Друзья, я вас приветствую на канале «Взложенном просто», продолжая делать каталог товаров, демонстрируя работу шаблона Nimble Framework. Меня зовут Сергей, я вас призываю подписаться на канал, писать комментарии, поставить лайки и не будем затягивать, переключаемся в Visual Studio и начнем. Друзья, в предыдущих видео мы сделали пару реквестов, которые возвращают записи в зависимости от того, администратор или нет. Фильтруются по определенному признаку, и этот признак называется Visible, то есть давайте покажу, где он находится. Вот этот Visible – это реализация интерфейса iPublish, и я точно знаю, что от него унаследована категория Product Review, и таким образом мне придется своего рода вот этот код писать так или иначе в каждом запросе, где я хочу разделить доступ на администратора и пользователя. Я хочу простить этот подход, вот эта реализация была показана для того, чтобы вы видели, что такое предикат Builder, как можно строить вот эти вот самые предикаты, я думаю, что вы поняли, и дальше его точно где-то будем использовать. Ну, а если учесть, что мы везде будем так или иначе использовать Visible, я хочу воспользоваться возможностями Entity Framework и на самом деле включить вот этот фильтр, который мы здесь дергаем по умолчанию каждый раз непосредственно в сам Entity Framework. Есть такое понятие, как Query Filter, и он будет всегда включаться при запросе той или иной сущности. Ну вот какую сущность, давайте мы сейчас укажем Entity. В данном случае у меня есть сущность Category и у нее будет Query Filter и я как раз поставлю тот самый Из Visible, то есть чтобы всегда выдавались только те, которые видимые. И, соответственно, я там помню, еще был превью, а не превью был, сущность и, соответственно, сущность Prompt. По умолчанию, когда пользователь будет запрашивать какую-то из этих сущностей и у меня настроено это в модели, Entity Framework будет всегда подставлять Visible True, то есть всегда выдавать только записи, которые помечены на Visible True. Таким же образом можно сделать, например, если у меня, допустим, Deleted есть какой-то атрибут, чтобы не выдавать лишние сущности, которые были удалены, ну и допустим там NotDeleted. У меня такого нет атрибута, но тем не менее так можно централизованно управлять фильтрацией и выдавать только те сущности, которые не удалены. Это компилируется, это работает гораздо быстрее, чем если в каждом методе, в общем, имейте в виду, что такая возможность есть. Ну и складывается впечатление, что все очень сложно, но тем не менее, на самом деле все очень просто. Итак, самое простое. Мы поставили на те сущности, которые нам фильтровать нужно по видимости, так называемый Query Filter прямо в создание. Дальше мне нужно вот эту вот штуку. Теоретически мне нужно сказать следующее. Дай мне все сущности. И опять же я буду использовать возможности этого Nibble Framework. выборка. Здесь есть Ignore Query Filters, то есть те фильтры, которые мы сейчас только что поставили. Я буду говорить, что если у меня пользователь true, то у меня будет игнориться вся вот эта вот штука, которую мы там нафильтровали. Теоретически мне вот это больше здесь не нужно. И здесь Get All, по идее, мне даже вот этого вот не нужно. Соответственно выборка упростилась. Ну и здесь соответственно мне единственное, что нужно сделать, опять же вставить сюда эту строчку Ignore Filter. Упс. Ну не сюда, конечно, вот сюда. Вот. И так как у меня здесь предикат еще выбирает по идентификатору, я могу это сделать вот таким образом. А вот это вот всю шляпу. В смысле вот этот весь код убрать. Вы понимаете, все упростилось. Помните, что такое WaveFilter. Видите теперь, как их можно применять. Ну и в общем, наверное, на этом все. Давайте думать, что делать дальше. Дальше у нас была такая штука, которая... Давайте откроем нашу задачу. Нам нужно было сделать обновление сущности. Ну, возможно, даже еще что-нибудь успеем сделать. Ну, в общем, давайте по порядку. Итак, нужно нам сделать обновление. Для этого что нужно? Первое, что нам нужно, это два реквеста. Первый реквест пойдет в базу по идентификатору, возьмет сущность, которую мы будем изменять. А второй реквест изменение, которое сделает пользователь, запихнет в эту, собственно говоря, сущность. Ну, в смысле, в базу данных. И надо смотреть на то, что у нас уже есть некоторый индикатор ByID, который получает для непосредственно на категории. И вся проблема в том, что он возвращает категорию ViewModel. А почему эта проблема? Ну, давайте на этом поподробнее. Давайте пока свернем. Смотрите, у нас GetByID возвращает категорию ViewModel. И это специализированная операция для получения категории по идентификатору. На самом деле, если говорить про vertical slice architecture, то тут сводится к тому, что если мы начнем между вот этими реквестами передавать вот эти самые ViewModule, то в какой-то момент наступит такая необходимость, что ну, что-то нужно будет в нем поменять. И это, соответственно, поменяется во всех. Во всех реквестах, где этот ViewModel используется. И это не есть хорошо, потому что, сами понимаете, что изменения могут быть настолько серьезными, что в какой-то момент придется разбивать это на части, разбивать, если хотите, чтобы можно было оставить тот функционал, который существует, не изменив соседствующие, которые используют. И это плохо, что придется это делать, тратить на это время. Поэтому я настоятельно, опять же, рекомендую для каждого реквеста, который делает какую-то определенную бизнес-операцию, сделать свой собственный ViewModel. Это, как минимум, так называемый column level security, то есть, когда ваш ViewModel выдает наружу только то, что непосредственно нужно для UI. И второй вариант. У вас будет соблюдена Vertical Slice Architecture, которая не трансформирует между несколькими запросами одни и те же данные, то есть, одни и те же модели, то есть, не передает, не трансформирует, наверное, правильно, не использует, что вы меня поняли. Я уже начинал заговариваться. Давайте делать редактирование и для этого нам потребуется два реквеста. GetByIdForEdit, ну, давайте я его так и назову. Категории, у меня же правильно, категории, да, категории GetByIdForEdit, не стесняйтесь использовать длинные названия, это вам в следующем, в любом случае упростить, и, соответственно, ну, пусть это будет у меня тоже record, пусть сюда приходит тоже категории ID, и, собственно, все. И дальше что мне нужно? Ну, во-первых, давайте гримной скейс, дальше мне нужно эту штуку использовать и сделать с нее класс, и это будет уже хендлер, и этот хендлер у меня будет наследован, да, я, кстати, забыл, что я написал, айреквест хендлер, и здесь у меня тоже будет айреквест просто. Что мы будем возвращать? Ну, теоретически здесь можно вернуть сам, в общем-то, это ViewModel, Update ViewModel, да, который будет наполнен данными, которые можно отдать. Не использовать при этом Operation Result. Хотя, опять же, теоретически, если вы запросите идентификатор, который, сущности которой нет в базе данных, вам нужно что-то будет вернуть. Если вы вернете null, то тут, как бы, несколько вариантов. Ну, потому что нет базы, ну, потому что, не знаю, нет прав на доступ, ну, потому что connection Error, я не знаю, на самом деле много что может быть, поэтому я предпочитаю все-таки оборачивать в Operation Result. и в данном случае это будет категория Update ViewModel Естественно, у меня его нет, и мне его нужно будет создать. А пока я скопирую, я дам сюда категорию, что там называется, GetByIdForRequest, запятая, вернуть нужно эту штуку. Давайте его также создадим, потом его наполним нужными данными для начала, а здесь делаю вот такую штуку. И, опять же, для красоты, наверное, я сделаю вот такие телодвижения. И, собственно говоря, что здесь происходит, мне нужно сходить в базу данных, для этого я снова буду использовать iUnitOfWork Давайте конструктор запихнем, iUnitOfWork Вот таким вот образом, iUnitOfWork Вот, и теперь я могу здесь сходить в базу. Опять же, напоминаю, что мы сделали некоторые изменения, мне нужно, чтобы пользователь был администратор, и это нужно будет отдать, то есть получить этого пользователя из UI-категории из UI-категории Хорошо, мне сюда также нужно получить ClimbsPrincipal Это будет User Теоретически, смотрите, можно сделать так, чтобы сюда приходило булевое значение, которое будет вычисляться в контроллере. Но это не очень хороший вариант, потому что у вас тогда логика будет уже вынесено в контроллер. Я так не делаю, а вы, в принципе, можете. И, соответственно, здесь у меня уже будет тот самый пользователь, который Ну, давайте для начала сделаем так. Получим этот Аттель Есть ли он в базе данных или нет? UnitWork Get Repository В данном случае категории И, что-то не правильно написал, да, категории И мне нужно взять не просто Get First Default И здесь у меня предикат, по идее, есть Что я должен вернуть? Я должен заполнить вот эту вот категорию Update ViewModel То есть это будет у меня Selector Который будет сложен из следующего New К категории Update ViewModel И, соответственно, мне нужно здесь его наполнить Но мы сейчас подумаем, какими, собственно говоря, свойствами я должен его наполнить Дальше мне нужно здесь сказать обязательно Ignore Equerible Filters Это будет очень просто Request User А для этого нужно сказать Is Enroll App Data Ну, просто у меня есть такой статичный класс, как я люблю Если он администратор, тогда ему Игнорировать все фильтры и отдать все, что есть Итак, что мы хотим редактировать Для этого нужно открыть, собственно, категорию, наверное F12 У меня здесь есть Visible Так, что тут выскочило У меня есть Name, Description И, возможно, администратор может включать и выключать на самом деле эту штуку Поэтому я вот эти два свойства Три, вернее Отдам сюда И скажу, что это, собственно, игра может делать администратор Ну, так, давайте Вот так это сделаем Нет, не так Уберем Вот И, собственно, теперь мне нужно эти свойства заполнить Visible, разен, соответственно Ну, если мы уже висит какую-то видимую репозиторию Ну, в смысле категорию снимаем Мне нужно отдать из базы это значение Если у меня был Description Я отдам Description И, соответственно, Name Ну, будет будет Test Name Ну, опять же, это можно вывести в отдельный предикат Который лежит, собственно, у нас в категории expression Ну, я пока не буду это делать Возможно, это сделаю потом И теперь мне нужно отдать этот самый Ну, для начала Мне нужно создать Operation Result Это будет категория DateVelumeModel И, соответственно, в любом случае мне нужно ReturnOperation И, ну, во-первых, здесь нужно сделать Await Адмируем 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 И здесь мы можем сделать вот такую штуку И теперь можно сказать, что Если Адмируем 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 Это Адмируем 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 У меня result этой операции будет как раз тот самый item и также вернуть его в общем-то вот так вот. Я получил remodel, который можно отдать на редактирование. Ну и, соответственно, это нужно где-то дернуть. Теоретически это, естественно, endpoint. Давайте создадим вот такой update у нас будет для начала get и мы сюда отдадим категории getForEdit вот такую штуку. Давайте я тоже скопирую опять же. Ну опять же, встает вопрос про авторизацию, аутентификацию. Понятно, что редактировать может администратор, но опять же, так как у меня две роли присутствуют, это все для демонстрации. Я оставлю, т.е. не авторизованный пользователь вообще не может получить и здесь я сделаю категорию getForEditRequest. Отдам туда идентификатор, который мы здесь получим. Пользователи. Отлично. И здесь мы уже должны вернуть update viewmodel. Ну, в общем, вот как-то вот так все быстро делается. Ну, смотрите, опять же, когда мы начинали только делать, мы много чего уже, собственно, делали, так сказать, сайт-эффект. Мы делаем одну операцию, проделываем несколько. Вот. И getForEdit у нас update. И, соответственно, нам нужно такую же операцию сделать на post. Т.е. в одном месте мы получили, а в другом, собственно, мы должны сохранить. Давайте назовем ее по-другому. Ну, пусть будет set или пусть будет post. Наверное. И не for. After. Вот так вот. Мне кажется, будет понятно. Я опять же скопирую и, в общем, хочу показать, что это, на самом деле, достаточно простая операция. Ну, и здесь уже, надо сказать, мне придет в обратку этот самый апп. Что мы должны здесь получить? Мы должны получить категорию въема молодому. Мы должны сюда в обратку отдать тот самый модул, который будет изменен. Он, медиатор, ходит в контексте само собой. Здесь мы должны сказать from query, хотя… Ой, from body, естественно. И мы теперь уже можем это не писать. Ну, привычка. Потому что явно указать это никогда не плохо. То, что… entity from query, ой, господи. А ispodotnetcore умеет это понимать, что, откуда выберется, в зависимости от того, какой сюда подставлен глагол. Это как бы хорошо. Ну, я себя и вас призываю все-таки явно писать, что вы хотите сделать. И, соответственно, мне нужно уже сюда добавить другой request. Давайте update. категория update, наверное, request достаточно. Отдать сюда тот самый модул. И, наверное, вернуть мы должны операционный результат. Тогда, наверное, хорошо. И, соответственно, давайте я его скопирую. Создам здесь новый request. Это будет, опять же, record. Он будет request от медиатора. Будет возвращать операционный результат. И, по обратку, у меня категория viewmodel. Просто категория viewmodel. Вот так вот, viewmodel. И, соответственно, я здесь тоже выберу вот эти штуки. Ну, надо сказать, что у меня сюда обязательно должен прийти... Давайте допишем handle. Здесь у нас будет тоже handler. и это будет класс. Вот. И принимать эта штука будет, естественно, вот этот вот каталог. Теперь делаем инструмент. И дальше будем получать параметры. Какие у меня сюда параметры должны прийти? Тут самые категории update viewmodel. Мы выберем model. И, соответственно, мы здесь опять же создадим конструктор. Сюда viewmodel work. Viewmodel work, естественно, нужно сделать вот таким вот способом. И, смотрите, здесь мне нужно... Здесь у меня придет сама модель уже непосредственно в реквесте. Мне нужно ее замапить сначала в модель. Ну, нет, мы обновляем. Получить сначала сущность в базе, а потом обновить значение. Итак, varItem равно... Давайте сделаем ее сразу pressing. Здесь делаем update. И попробуем получить item, который нам нужно изменить. Мы его снова запрашиваем в базе данных, чтобы изменить. итак, unitwork, getRepository. Ну, давайте, наверное, вот так я сделаю. Потому что varRepository мне нужно, чтобы к нему потом обратиться, чтобы к нему вызвать save change категории. И здесь я хочу сказать, что вам не выдали. Нет. ReRepository getFirstDefault. Опять же, ну пусть у меня будет... Здесь мне уже селектор не нужен. Мне нужен только предикат. и тот, который будет... ById. Request. Request. Model. Идентификатор мы сюда не запихнули. Вот в этом не проблема. Давайте его запихнем. Так. Для того, чтобы получить... И, естественно, у нас будет он нередактируемый. Как это, в общем-то, и... Легко это понять. Так. Сема курсовую. Я идентификатор обычно наверх вытаскиваю. Вот. И, соответственно, нам нужно его не просто добавить, а еще и наполнить. И это мы делали вот здесь. Где-то вот здесь. Да. Его обязательно нужно задать. Иначе мы потом не найдем. И, наверное, вот так вот сделаем. Категория ViewModels. Вот таким вот образом. Так. И теперь, когда мы эту штуку получили, нам нужно вернуться назад. Сейчас мы это быстренько проделаем. на 3. 3. 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 9. 10. 8. 님이 Single%. 10. 10. 9. 10. 10. 9. 12. espaig. 10. 10. 11. 10. 10. Если он у меня есть, тогда мне нужно в этом item перебрать все значения, которые должны измениться из request модула или использовать, соответственно, какой-нибудь макер, например, автомакер или мапстер description, item, name, равно request, соответственно, module и, соответственно, name Но этого мало, мне теперь нужно это все еще и сохранить и для этого я делал отдельный репозиторий insert async ой, зачем insert? update update как раз этот самый item и, соответственно, await unit work save change здесь мне нужно проверить, что результаты сохранения успешны если была ошибка то есть если unit work last save change не окей то то тогда operation add error new catalog database exception давайте напишем нет, не так так как cannot save data не знаю, что-то пошло не так неважно и return это самое operation потому что была ошибка но в противном случае мы можем взять создать давайте давайте вот так вот сделаем по exception если у меня все нормально то по идее я должен сходить в базу тот же самый репозиторий но хотя нет давайте сделаем так item у меня уже есть мне нужно operation result run new create mode ну в общем я сейчас осознанно не использую этот самый mapper ну а вы собственно можете использовать можете нет это как бы на вашей совести идентификатор и соответственно name run item name и product count а ну здесь product count мне нужно получить это значение но я поставлю 0 ну теоретически мне после изменения не важно сколько там продуктов мне главное увидеть что изменения пришли в базу данных и соответственно я верну эту операцию нажимаем сохранить и еще раз посмотрим что у нас здесь не так ну смотрите у нас вот эти вот значения никак не проверяется соответственно где-то здесь мы уже делали где-то здесь вот request model validator и по идее ну давайте я сделаю ctrl c c ctrl v и мы здесь сделаем другой валидатор который будет валигировать update request и я соответственно назову это так же update это будет это в общем допустим у меня сейчас одинаковые правила для валидации и я их менять не буду но я сюда добавлю что у меня id и соответственно потому что у меня уже здесь немножко больше полей но у этого viewmodel а visible description ну тут мне не нужно ничего так хорошо будем значения ну в общем вот такая проверка получилась и теоретически мне осталось только переименовать этот класс в смысле этот файл для этого класса ну может быть еще space давайте уберем так давайте попробуем запустить эту штуку у нас есть наверно ошибки видимо да есть ага мы сюда подсовываем update model а пользователей у нас нет так ну смотрите во-первых пользователям нам здесь теоретически не нужен потому что мы уже знаем хотя наверно нет наверно нужно добавить только что мы будем проверять администратор или нет наверно давайте добавим я вот так вот сделаю и только назову его user пусть будет user и здесь проверим что если пользователь не является администратором тогда просто до свидания если request user user is not enrolled администратор тогда return operation и можно сказать что operation add hero какой-нибудь бюл ката блок access finite вот таким вот образом давайте сразу здесь создам exception здесь есть store base ой base ой message ой т.е. border access copyright ой зачем я так делаю вот вот такой вот exception я хочу сделать чтобы у меня была информация о том что собственно говоря пользователю нельзя ничего делать и мы теперь не все два exceptions как и теперь мне нужно здесь нет здесь мне нужен error вот таким вот образом ну в общем мы можем проверять что администратору можно все делать давайте запустим эту штуку проверим что она все таки работает найдем какие нибудь ошибки по правилам давайте проверим что я зарегистрирую close categories get all мне нужно найти ту которую я буду редактировать но в данном случае вот эту теперь я открываю так у меня get update for update теоретически нажимаем его можно назвать по-другому ну ладно проверяем что к нам сюда пришло да мы видим этот самый view model я вот так могу скопировать потому что могу и теперь где-то тут есть update да можно конечно по-разному назвать разные пути прописать роуты так называемые и нажать вот так вот Ctrl V и сказать что у меня теперь true и давайте здесь поставим единичку и нажмем execute так вот у меня как раз ошибка model request т т т т так JSON где-то я неправильно читаю конечно запятой это не должно быть вот access denied вот зашибись давайте проверять почему видимо я ну да я неправильно написал если пользователь не администратор запустим еще раз ну что и про строку бывает пара всяко разно бывает еще раз категория update вот try проверим что я авторизован close и здесь остался сохраненный я в памяти я здесь напишу true а здесь 2 и нажму сохранить ну и как вы видите собственно говоря объект не найден круто так здесь конечно же мне не хватает то есть сработала та самая фильтрация про которую я говорил ну в общем да это в том вся разница что если вы это централизованно делаете не забываете собственно ну то есть по идее смотрите мы раньше вставляли из визибл как отдельный параметр запроса потом вынесли это все глобальные фильтры и теперь я про него забыл в общем имейте ввиду что этого забывать не нужно ну или придется долго и мучительно искать почему и не найдет в общем опять же к вопросу о том что фильтры работают глобальные по идее вот эта вот проверка мне не нужна то есть только если я администратор тогда я смогу его получить и единственное что если я поставлю эту обработку то я увижу exception access deny а если не поставлю то not found ну тут как бы сами выбирайте я оставлю пусть она явно говорит что человеку нельзя здесь что-то делать так авторизация еще раз проверим хорошо теперь нажимаем try вставляем эту самую нет это я не то вставил давайте вот так вставим и здесь опять же напишем true и здесь поставлю и здесь поставлю и теперь скопирую еще раз вдруг придется опять ну и собственно говоря все сработало продукт каунт как я говорил но мне это не важно я могу теперь посмотреть вот здесь так странно то есть нул он у меня ой 0 у меня и так ну и заодно увидим что он у меня теперь visible то есть если я сейчас найду логаут нажму R12 и удалю все вот эти вот то есть я сейчас не авторизован делаю get all и у меня этот продукт показан ой этот каталог показан категория потому что я не авторизован и он у меня visible true теоретически можно в базе проверить но я не буду этого делать мы и так затянули видео давайте я все остановлю ну и что на чем мы остановились у нас наверно будет где вот она правильным пометить вот эту штуку вот таким вот образом и наверно на этом с вами я попрощаюсь в следующий раз сделаем get page и delete и крут закончим ну и будем уже переключаться на другие сущности дальше пойдет дело проще потому что часть функционала который мы уже реализовали в категории будет использована и на других сущностях я прощаюсь вам всего доброго и пишите правильный код и на тот же что мы не знаем что мы не знаем что мы не знаем что мы знаем все в календаре но это и то и и это не и но